МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии шоу о русском языке Наобум. Наобум — это телеигра, ее участники приходят сюда для того, чтобы проверить свой словарный запас и побороться за главный приз. Но о нем чуть попозже, сейчас же давайте познакомимся с нашими игроками. У нас сегодня играет команда нового, я бы даже сказал, единственного в Чебоксарах камерного театра Арс Лонга. Ребята, здравствуйте! Давайте знакомиться. Начнем. Зовут меня Антон, художник по свету нашего театра. Вся моя жизнь посвящена светом, я и болею им. Это мое хобби, это моя работа. И умру я с прожеком в руках. Давай не будем об этом, сейчас только о позитивном. Давайте поаплодируем, да, будем приветствовать аплодисментами. Продолжаем знакомство. Здравствуйте, меня зовут Диана, я актриса. Работаю я в двух театрах, в русском и в нашем чебоксарском камерном театре Арс Лонга. И работаю я актрисой уже три года. Мне очень нравится этот мир театральный, он меня завораживает. Мне нравится очень. А нам нравится, что вы с нами. Давайте приветствуем и продолжаем знакомство. Меня зовут Антон Савельев, я художественный руководитель нашего театра. Я немножко режиссер. И мечта у меня только одна. Мечта моя это построить идеальный театр. Я надеюсь, что вот мы все здесь, тоже об этом думаем, тоже хотим это воплотить. Спасибо. Так, мы продолжаем. Здравствуйте, меня зовут Оля. Я отвечаю за связи со зрителем в нашем театре. Я отвечаю за направление движения, за работу с средствами массовой информации, за организацию гастролей, ну, креатив театра. Спасибо. Очень интересно. Здравствуйте, меня зовут Александр, я актер, и я ни за что не отвечаю. В моем хобби медицины я еще иногда лечу людей. Здравствуйте, меня зовут Кристина. Я хореограф. Я занимаюсь тем, что я ставлю танцы на все спектакли нашего театра, занимаюсь актерами. Вся моя жизнь это танец. Танец, и все, что я люблю, и хобби, и работа, все это танец. Спасибо. Спасибо. Ну что, давайте будем танцевать сегодня с русским языком, и настало время объяснить вам правила нашей игры. У меня в руках необычный предмет. Это бомба, ну не пугайтесь, я уже вижу в ваших глазах, особенно в Атуале, такое недоумение. На самом деле, это бомба необычная, она действительно заводится, я передаю ее первому участнику и загадываю определенный слог, на который вам нужно будет вспоминать и говорить слова. Это обязательно должны быть существительные, обязательно в единственном числе. Вспомнили слово, сказали, передали соседу. Действуем быстро, думаем еще быстрее, потому что бомба может взорваться в любой момент. Игрок, в чьих руках взрывается бомба, к сожалению, покидает наше шоу. В конце останется только один, только один, который получит главный приз. И, внимание, у нас сегодня главный приз – планшетный компьютер. Ну что, правила понятны? Тогда не будем тянуть кота за хвост, и мы переходим к первому раунду. И первый слог, он стоит в начале слова. Это слог из двух букв. И этот слог – ТИ. Тигр. Начали. Антон, ТИ. Тишина. Тишина. Титан. Отлично. Тина. Тиски. Тираж. Типография. Да, и снова надо придумывать слово. Они все это уже сказали, все мои слова назвали. Ну, можно подсказывать, кстати, выручать коллег. Помощала, помощала. Нет, а вот не скажу. Давай, давай. У меня же одно слово. Тихо, это наречие. Тихо, это наречие. Тина была. Тина была. А-а-а, взрыв, взрыв, взрыв. Сейчас взрыв. Все, все, капец. Все, сейчас взрывается. Не забрызгай меня, не забрызгай. Тишина, нет. Была, была тишина, была тишина. Поспокойней, поспокойней. Все нормально. Выдохни, вдохни, выдохни. Сейчас. Нет, я сама придумаю. Ну? Вы снимаете эти волосы? Да, 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 да. Ладно, тиш. Тип. Скажи мне спасибо. Тир. А был тир? Не было тира, нет. Тик. Тип. Тирада. Тирада, отлично. Тирада. Это кантон. Тирада. 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 Бери, 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 бери. Ну? Антон, внимание. Мы что, с вами последние секунды? Прям чувствую, чувствую. Запомни этот момент, запомни. Запомни тебя, таки. Итак, тир. Но, последняя возможность. Тиски были. Тиски. Накрывай, накрывай с собой. Были? Да. Тиски были. Тиски были. Тиски были. Тиски, к сожалению, были. Антон, оставляй, пожалуйста, нам эту бомбу. Она нам еще пригодится для следующего раунда. Но мы, конечно же, провожаем аплодисментами, естественно. Спасибо за игру, хоть и такую короткую. Да. Все. Я к этому стремился. Я человек, который работает обычно за кулисами, поэтому находиться на виду не люблю. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по речевому поведению и эксперт программы НААБУ. Сегодня поговорим о новом слове в лексиконе современных людей. Троллинг. Это одна из разновидностей интернет-манипуляций. Эдакая словесная агрессия, которая может влиять на людей. Цель троллей – вызвать негативные эмоции и активизировать обсуждение какой-либо темы. Будьте выше своего виртуального собеседника и не реагируйте на задирание, принижение и оскорбление. Не кормите тролля, как говорят в интернет-сообществе. Переходим от новых слов к новому театру, который совсем недавно появился в Чебоксарах. Это Чебоксарский камерный театр Арс Лонга. Представители, непосредственные участники этого театра как раз-таки находятся за этим столом. Я хочу вас спросить, кому вообще пришла в голову идея открыть частный, это же частный получается, театр у нас в городе Чебоксары. И как это происходило? Наверняка было очень много сложностей. Идея в голову пришла Антону. Антон. Тогда адресуем Антону этот вопрос. Спасибо, Александр. На самом деле идея пришла достаточно давно. Я с этой мечтой жил где-то лет, наверное, с 20. Мечта любого режиссера – иметь родные стены, родную сцену и работать там, творить. И вот где-то в 2010 году мы, наверное, организовали свое театральное агентство с начала Арс Лонга. Мы выпускали независимые проекты, играли на сцене Русского драматического театра с актерами Русского драматического театра. И я уже тогда почувствовал, что наши спектакли идут хорошо, пользуются успехом и задумался о том, что было бы здорово, если бы у нас возникла бы наша площадка. И вот где-то вот с год назад мы стали прорабатывать, придумали, написали бизнес-план, стали искать людей, которые заинтересуются этим проектом. Но в первую очередь я понимал, что любой театр – это те творческие люди, которые в нем работают. Поэтому первым делом я встретился с нашим будущим светохудожником, который уже покинул нас. Который уже закрыл собой, как вы понимаете, бомбу. Мы, как Немирович Данченко, со Станиславским посидели в кафе, поговорили. Я очень уважаю его как профессионал, я считаю его самым лучшим светохудожником в нашем городе, и не только в нашем городе. И я твердо был уверен, что он такой же больной человек на голову, как и я. И на этой почве первый наш тандем возник. Потом я пришел к Кристине, мне очень нравятся ее танцы. Мы с ней давно работаем, я считаю, что это очень интересный хореограф. С тем взглядом на танец, который меня как раз устраивает, это не столько классический танец, сколько это все-таки что-то такое достаточно необычное. И мы стали искать после этого деньги. Это было самым сложным, я так понимаю, да, найти? На самом деле нет. Сложнее всего было найти площадку. Итак, второй тур. Задание немного меняется, слегка. Слог также находится в начале слова, но теперь он из трех букв. Этот слог гол, голубец. Начали! Голубец. Так. Голова. Это было мое слово. Голод. Ага. Гол. Ну, отлично. Голод. Голень. Голушка. Череза или череза? Череза, череза. Череза, череза. Голушка. Да, нужно другое. Можно подсказывать, я напоминаю, да? Еще бы самому себе придумать. Вот так вот любят художественные руководители и режиссера. Прям ступор какой-то, да? Был, был голос уже. Голос был, был. Неужели от три слова на голос знаю, слышишь? Барабанная дробь. Видимо, да. Чувствую приближение финала. Мы зависели. Ну, подскажите. Нельзя. А почему нет? Можно, да? Голос, можно? А почему нет? Ты сейчас подставишь Ольгу. Спасибо тебе. Голос. Конечно. Голец. Голосование. Так. Нет, гол надо. Нет, гол, гол. Ну? Ну? Кто стоит? Голкипер! Да, я внорвал. Голкипер, как я не додумался, блин. Я в шоке. Я до сих пор не могу придумать слово, то слово, на котором я вылетел, слово гол, чтобы на него начиналось. Я, кроме как голодьба, вот пока у меня было время, я больше ничего не смог придумать. Вообще, режиссеру нельзя забывать, что такое быть на сцене. Спасибо вам огромное, что вы сегодня дали мне возможность побыть там, в кадре на сцене. Вот. И вообще, самые положительные впечатления. Вручат или вручат? В русском языке в большинстве глаголов ударение находится в конце слова. И слово «вручат» не является исключением. Ударение падает на букву «А». Просто всех с толку сбила знаменитая песенка. И вам седло большое, ковер и телевизор, в подарок сразу вручат, а может быть, вручат. Вручат. Только так, а не иначе. Итак, сегодня в «Наобум» играют представители Чебоксарского камерного театра «Арс Лонга». И вот о чем мне хочется поговорить с вами перед следующим туром. Как известно, сейчас в кино люди ходят чаще, нежели в театр. Как заманить современную молодежь, да и вообще людей в театр? Скажите, у кого есть мысли светлые и хорошие на эту тему? Ну, мы работали с нашим зрителем и работаем с нашим зрителем. Идея была построить живой театр. Живой театр, который позволяет людям, которые пришли на спектакль, получить ту живую эмоцию. Это тот центр, это то зерно, на котором и держится наш театр. Пришел человек в зал зрительный, сел, посмотрел спектакль. Что-то в нем изменилось. Он получил какую-то эмоцию. И он идет немножечко поменявшимся, немножечко взглянув по-другому на какую-то ситуацию. Будь то комедия, будь то драма, будь то мелодрама, неважно какой это спектакль. Это то, чем мы привлекаем нашего зрителя. Это то, над чем мы работали всегда. И поэтому у зрителей, который приходит к нам, мы на 99% уверены, что он вернется еще раз. Это та позиция, поэтому говорить о том, чтобы заманить, нет. Показать, подарить эмоцию. Пригласить еще раз. Спектакли, которые есть, они классические? Или это какие-то современные постановки? Это комедии, драмы? Современные постановки. В репертуаре у нас «Зима под столом», это мелодрама, история любви французской переводчицы и бедного сапожника Драгомира, история эмоционального переживания, история взросления девушки через эмоциональные переживания. Очень интересный спектакль, где наши любимые актеры и поют, и танцуют, и дарят то удивительное наслаждение, и тот удивительный позитив, который заставляет потом радоваться жизни. Ну что, ребят, давайте переходить к следующему раунду. Это раунд номер три, и, соответственно, у нас меняется задание. Если до этого у нас слог был в начале слова, то сейчас он перемещается в середину. Я надеюсь, что вы готовы. Слог «по». Компот. Компот, поехали. Компьютер. Пью. По. По. Что-то я мало слов на «по». Компос, может быть. Нет, никак. Ну вот и все. Собственно говоря, можно и заканчивать, мне кажется, да. Композитор. О, отлично. Сложное задание. Да, 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 непростое. Не все, как у Масленица. Расположение. Спорт. Диана, снова надо вспоминать слово. Все, я всего четыре слова придумал пока. Больше ни одного не могу. Поделись, поделись, Диана. Нет, это не надо. Не надо, так не надо. Кто этих французских переводчиц разберет? Ну? На ногу надеваю. На ногу надеваю. Ботинок. Сапог. Сапог, отлично. Сапожник. Хорошо. Это спорт. Ох ты. Компостер. Компостер. Я не знаю. Сейчас. Все свои четыре слова я уже забыл. Сейчас. Жесть. Но! Чувствуется такое движение. Не говорите сейчас. Диана, быстрее. Быстрее, быстрее. Быстрее. Одни секунды. Если бы вы был я, то я бы подумал, что Миша хочет остаться один с вами тренинг. Но так как была Диана, здесь... Но это на самом деле все по-честному. Да, все по-честному. Диана, я во-первых хочу сказать спасибо за эмоции. Я таких эмоций на лице еще не видел здесь, за этим столом. Поэтому огромнейшее спасибо. Сразу видно, что с нами играют настоящие актеры и актрисы. Люди творческие, у которых на лице все написано буквально. Мне очень понравилось просто море положительных эмоций. И я даже не расстроилась, что проиграла или вылетела. Для меня главное было участие, а не выигрыш. Один ученый купил 20 уток. Приказал разрубить одну на мелкие кусочки и накормил ими остальных птиц. Несколько минут спустя он поступил точно так же со второй уткой, потом с третьей и так далее. В итоге осталась одна, которая съела 19 своих подруг. Такую заметку опубликовал в газете бельгийский юморист Корнелисон, чтобы проверить, поверит ли ему публика. С тех пор лживые новости называют газетными утками. У нас еще есть два раунда, но перед этим давайте пообщаемся. У представителей такой интересной профессии хочется спросить. Наверняка в процессе репетиции или, может быть, представления есть различные необычные истории, казусы, в которые попадают актеры, зрители и так далее. Есть такие истории? Кто, может быть, расскажет? Ну, конечно, есть такие истории. Замечательная история произошла с нашим актером Санкиным Денисом во время спектакля «Зима под столом». Значит, у него там выход есть во втором действии он выходит, скажем так, любовную сцену играть. И он ждал своего выхода, снял свои ботиночки и спокойненько ходил. Чтобы не шуметь. Чтобы не шуметь, ходить спокойненько за кулисами, учил там, повторял текст про себя. И вот его выход, вот звучит его мелодия, под которую он должен выходить. Он берет свой канделябр, выходит с канделябром, но без ботинок. То есть, понимаешь, он выходит, ставит его, понимаешь, что он без ботинок. А, нет, то, что он без ботинок, он понял уже после того, как стал раздеваться. Кстати, он в этом спектакле еще и раздевается. Ого. Все, кто еще не был, обязательно идите, посмотрите, как он это делает. Ну, мы не видели пока еще Дениса, но если вы рекомендуете. Почему-то все истории наши веселые связаны именно с Денисом. Еще с ним же произошла история, когда он чихал, у него ус отклеился. То есть, у него там усы клеятся, я не скажу чем, я не скажу как, да, но вот у него взял и отклеился. Ну, он молодец, он очень красиво это все замазал, пришел, я смотрю, у него прекрасно, ус вот так, без носков, ну, в общем, прекрасно. Красавчик, стоит прийти посмотреть на Денис. Обязательно, обязательно. Хорошо, есть еще истории? Ну, у нас даже не история, у нас есть фишка. Мы долго думали, как же оповещать нашего зрителя о том, что спектакль скоро начнется. И у нас есть живой звонок. Да, не как в школе, вот как вот нажимаем, а у нас прям настоящий колокол. Прям настоящий человек с колоколом, вот как в Нотр-Даме. Первый звонок. Ну что, давайте перейдем к следующему раунду. У нас получается полуфинал, ребята. И сейчас слог перемещается в конец слова. Что реакция такая, Оля? На самом деле все очень просто. Итак, слог в финале. А сейчас меня, да? Конечно, с вас, Ольга Геннадьевна. Итак, это слог ЕР. Компьютер. Начали. ЕР. Компостер. Интерьер. А мы еще говорили, что Диана ушла с эмоциями, тут Кристина с эмоциями. Батерьер. Отлично. Да, много слов. Это комбинация. Я придумал, да. Придумал без просьбы. Терьер. А? Терьер. Это же название. Окс, терьер. Той терьер. Давай. Так. Он собирает значки, там, я не знаю. А, коллекционер. Маркер. Угу. У меня же было слово. Давай. Тренер. Тостер. Разогнались. Ну-ка, не подсказывайте. Там уже выбывшие участники подсказывают. Клюпер. Пионер. Миллионер. Ага. Миллиардер. Миллионер. Киллер. Киллер. Блин. Вы что, браке журнала? Александр, но, последняя возможность. Ты не знаешь слово. Нет. Так что говори, передавай. Ер, танца. Спикер. Спикер. Шульбер. Деклер. А-а-а. Но. Воблер. Воблер есть! Воблер! Это, короче, такая насадка. Насадка на эту науточку. Воблер! Есть такое слово воблер. Было интересно, хотя я думала, что вылечу раньше, честно говоря. Поэтому я не расстроилась. Единственное, меня так немножко подставили к концу этой бомбочкой. Вообще, когда человек нервничает, когда понимает, что его снимают, все вылетает из головы, потому что потом, когда мы уже сидим спокойно, мы вспомнили кучу слов. Сейчас стало очень модно проводить презентации. От этого слова даже образовался глагол, который, к сожалению, многие путают с другим словом. Когда мы показываем слайды на совещании, мы не презентуем, а презентируем. Презентовать – это дарить, преподносить. А вот презентировать – как раз представлять на презентации. Ну что, мы продолжаем. И прежде чем мы приступим к финальному раунду, давайте немного пообщаемся, разрядим обстановку после такого тура предыдущего. У нас есть такая примета в нашей программе. Тот, кто сидит по левую руку от ведущего, выбывает первым. Собственно говоря, сегодня примета сработала. И не знаю, сработает ли она в финале, я ни на что не намекаю. Да, да ладно. Но есть ли у вас приметы? Потому что театральный мир, он наверняка полон различными. У нас очень много различных примет. Так. А о них вам Ольга расскажет. Спасибо. Чтобы все слова сейчас выговорила, да, и не хватило на финал. У нас на самом деле только одна примета. У нашего режиссера есть счастливая футболка, с ней очень много связано. И на каждую премьеру, на каждый спектакль он ее одевает и, видимо, как-то… Аура помогает. А он футболкой-то стирает или как бы… Не переживайте, мы за этим следим. Почему она такая счастливая? Что в ней произошло? Что случилось в этой футболке? Она просто связана с какими-то, видимо, приятными воспоминаниями. Он в ней номинирован на Оскар был? Понятно. Ну что, нужно ли какое-то вам заклинание или какая-то примета для того, чтобы сейчас выиграть? Да, настройтесь, ребята, потому что сейчас будет финальная битва. Мне страшно. Финальный раунд. Ольга, не бойтесь, все будет хорошо. Итак, Ольга Брадюса, Александр Актер – это представители Чебоксарского камерного театра «Арс Лонга». И это финал и финальное задание. На самом деле оно самое простое, вам повезло, потому что слог сейчас будет универсальным. Вы можете ставить его как в начало, так и в конец слова, и в середину тоже. Итак, внимание, слог «ке». Кефир, поехали. Кеды. Кекеку. Кел-у-у-у-у-у-у. Кер. Угу. Вы что? СМЕХ В начало, середину, в конец, без разницы. Кесадилия. Угу. Угу. Да блин. Да вот так вот. Да вот так. Покирай. Учу себе спикер. Опять. Ничего, можно, можно. Я придумал новые слова. Я тебе не подскажу. А может быть стоит? Нет. Ракета. Отлично. Букет. Угу. Букет? Нет. Пикет. Отлично. Сокер. Угу. Нарастает тиханье бомбы. Приближается финал. Что? Скет. А, макет. А скет? Ага. Колодец? Я не буду с тобой в крокодила играть никогда. С ручками, ну. Половник? Не подсказывайте. Хорошо, ладно, все. Теперь точно нет. Вы поняли, что это слово? Итак, последние секунды, Александр, но... Штакет. Макет. Макет был. Был. Так не честно. Что значит с ручками? Что за... С ручками? С ручками. Воблер. Я все заранее продумал. Придумал слово и его держал. Но потом не вспомнил. Итак, Ольга, мы вас поздравляем. Вы победили в нашем шоу. У-у-у! Радости нет пределов. И в подарок вот такой вот планшетный компьютер, который предоставлен Центром обучения и развития Харизма. Держите это вам. Спасибо огромное. Он послужит нашему театру. Харизма – это интенсивное корпоративное обучение, тренинг успешных продаж, суперсервис, техника общения с клиентами. Бизнес-тренеры Харизмы разработают программу обучения под вашу сферу деятельности. Научите сотрудников общаться с клиентами и быть эффективными. Развивайтесь харизматично. Телефон 37-23-63, сайт харизмоцентр.рф Ольга, еще раз поздравляем. И прямо сейчас хочется ваши живые эмоции, пока еще далеко не отошли от финала. Ура! Я не ожидала. Честно, не ожидала. У нас такие интеллектуальные сотрудники. У нас настолько они умные, настолько образованные, что прям, ну, очень приятно. Очень спасибо большое, что вы нас пригласили. Спасибо большое, что мы с вами пообщались. Замечательная передача. Вот, дай бог вам радости, дай бог вам позитива, процветания. И приходите к нам в театр. Мы будем очень рады вас видеть. В очередной раз я предлагаю вам сыграть в игру наобума. Звоните, приходите, играйте и выигрывайте. Неправильность употребления слов ведет за собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни. Это сказал не я, это сказал известный литературный критик и публицист Дмитрий Писарев. Думаю, к его словам стоит прислушаться. Вы смотрели шоу о русском языке наобум. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok